И народ искал его, и прият к нему удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен, в царстве Божьем, ибо на то я послан. И проповедовал синагога гримилейских. Это Господь наш Христос. Повторю несколько слов здесь. Он сказал, и другим городам я послан благовествовать. Что Христос благовестник, а многие ли это знают, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помимо нас. Я в прошлый раз говорил, где в прошении помилуй, спаси, святые Божьи, написано, просил, кланяйся, кланяйся, стоят как столбы, не кланяйся. А почему? Потому что дома не кланяешься. Вот почему. Компьютеры, если мозги сожрали. Уже говорили, оно было одно богослужение в прошлом, нормально стояло. А сейчас, вижу, ни один поклон не делает. Пять поклонов ни одного не сделает. Трудность какая-то для ребенка? Нет, это родители не смотрят. Придешь домой, дай ему сегодня триста поклонов. Научи, вы потеряете их. Потому что у него просьба не зафиксирована поклоном. Написано, просил, кланяйся. Я подтверждаю священное писание. Господь поздал благовествовать. Народ удерживал его. Я вчера говорил о том, как Господа просит уйти. Как бесноватый исцелился, а жители Годовинские просили его удалиться. От пойманной рыбы Петр пришел в такой ужас и просил его выйти. А вот здесь мы видим удерживание. И где удерживает, там благовествие. Просто надо внимательно смотреть. Что такое благовествие? Это благовествие о том, что Сын Божий сошел с неба. И так подзвыбил Бог мир, что отдал Сына Своего Одиногодного. Да мы всякие верующие в Него. Да как веровать, если ты не знаешь? Не погиб. А не верующий, он погибнет. А не верит, потому что не слышал. Как врата он говорит, все от того, что ты не считаешь. Не зная закон, ты его нарушаешь. А нарушая ты погибаешь. Все в этом. Ты спроси у немцев, если есть никто, самый почитаемый в их народе. Можешь не сомневаться. Они ответят, Лютер. Мартин Лютер. А он не мученик. А почему? Он перевел Библию на родной немецкий язык. Они его почитают, как у нас Николыч и Датворца, как Бога. Я много раз встречался с немцами. Беседовал на их языке с ними. У меня был перевод свой, и сейчас еще есть, на немецком языке. Один из лучших переводов. Проходит уже практически 400 лет, 500 лет. И не могут лучше перевести. Уже много переводов сделали. Какой ему дан был разум. И сегодня католики признают себя виновными, как поступили с ним. Он ничего не требовал. Он согласен с лучшими епископами были. Они оттолкнули. И речь идет о десятках миллионов сегодня ветеранов. А как верят чехи? И кого они больше всего почитают? Тоже можете сомневаться. Яна Гуса. И в день его смерти по всей Чехии пылают тысячи костров. Его огненные слова разносятся по всему свету. Это у огнепальня, как протокоп Абабу. Он перевел. А в Англии жены и укрей в перередшие. А в русских? Остановись. Даже ты не поймешь. Никто не знает. Не написано канонизируйте, а поминайте. Всякая канонизация это посягательство на прерогативу суда Божия. От Бога исходящего. Никто не имеет права на земле сегодня решать за Бога. Мученик тут понятно. Он мученник. Но ведь святой иероним у католиков-то, почитаем, на первой стере, не мученник. Он всего лишь перевел. И я спрашивал в Жорданбирском монастыре православном. У вас есть книги? Иеронима Стридонского. Это наш святой. Он в святцах записан. И мне не могли показать. Говорят, я себе руки не даю. Почему? Он написал о нравственности священства. Какие священники? И как они не учат? И он ответил. Священник, который не учат, суть антихриста. Их не надо искать антихриста в Иерусалиме. Это хуже всякого жена. Священник, который ведет ложным путем. Не учат, это еще полдены. Но когда учат, неправильно. Он в ложном направлении толкает. У нас... Почему в святце не записать? Ну, не в святце, хотя и в поминальнике. Хворство Даниила. Даниила, запишите себе. Это большая часть Ветхого Завета он перевел. Новый Завет какие? Вы не знаете перевозчики, какие в книгу мне написаны. По крайней мере, Герасима Павского. Поминайте его. Благодаря Богу мы сегодня слышали чтение Псалтырия и Евангелия. У нас никаким подсчетом не пользуется живое слово. Мы не удерживаем Господа благовествующего. А тут написано удерживали. Он и другим проповедует. Ну как Господи проповедовать будешь, если мы еврейский язык не знаем? А я пошлю перевозчиков. И дальше называют, кого и они перевели. Там Иронис Придонский, там Артель Люкер. Ты переведи это все в натуральное, чтобы слово Божье заговорило. И ты поймешь, что мы не вписываемся в мировую историю. Мы не вписываемся в Евангелие. Не вписываемся в святых отцов. Более тяжелое положение, чем у русских людей вообще в мире на религии нету. Я считаю себя несчастейшим человеком, что не могу все богослуженно слушать на русском языке. Только поэтому. Слово каждое должно доходить до глубины сердца. Почему Феофан Затворкин говорит, если вы, люди, понимали наше богослужение, ничего не надо добавлять. В нем все есть. Но суть-то в том заключается, что люди не понимают. Это чужой вверху язык. Послание к филиппийцам 1-7. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих. При защищении и утверждении благовествования всех, вас всех, как соучастников моих благодати. Паев считал вся церковь участниками его благодати, благовествования. Как Затворкин говорит, я ничего не сделаю, если вы не будете разносить мои слова дальше. Молитесь об этом. О том, что нам удалось златоуста выставить в интернете. Все находится там. Вы каждый день об этом помните. Кто помогает, кто сочувствует. Вы будете участниками благовествования ночью. Господи, сделай так, чтобы Евангелие было известно. Тем более, как ему известно до сегодня сделать. А вот самый простой способ. Натиск, вставил в машине, едет человек, слушает насчитанную Библию. Как Господь благословит, вот так и будет. Как Он благословит, Он благословит так, как написано. Вот сегодня священники все одинаково куда-то торопятся. И вот точно так же были здесь у нас когда. Я вас попросил все написать в письменном виде. Потому что они все любят письменную продукцию, а я к ней призываю. Как вы услышали о приезде нашего Епископа и как Он уехал? Какие у вас были мысли, чувства? Что ты видел, что получила? Что надеялся, что не получил? Ну напишите! Три человека пока еще написало. Но я думаю, что напишите. Вы научитесь смотреть сами через других, через себя. Быть полезным для кого-то. Мы бы не писали, ничего этого не было. У Сирахов не написал, а для надписей не было. Павел не писал бы, надписей не было. А Павел, почему такое почитаемое? Так и все они умерли, мученически. Ну, апостола Павла везде знают. Все знают его. Потому что он писал. Писал и выражал свои мысли. Даже там, где, казалось бы, можно было промолчать, он говорил, я противостал Петру. Сегодня мы это вытереть можем. Он же как Павел против Петра был. Да, лицемером его назвал. Петра, апостолу Горховного. И Варнаву, который ввел его в круг апостолов, тоже лицемером назвал. Какой же он был смелый или бестактный. Как мы благодарны Павлу, что он сегодня нам говорит через послание Галатам, которое читали. Что они желают похвалиться о вашей плоти. Вот, допустим, запрещают тебе приходить на наше богослужение. Они хотят похвалиться. Они никого не приобретают, эти запретители. А я от причастия отлучил. Он не может от Христа отлучить. От причастия он еще может. Но отлучение незаконное падает на отлучающего. Ты посмотри толкование на Таразаконе 19.19. Не бойтесь их. Я был у старобряцов. Я там верчин. Если бы я дальше послушал, нельзя сообщать. Все, что я после этого сделал, не было бы. Не было, может быть, общины. Не было лагеря. Не было ни одной книги. Не было интернета. Ничего нет. Они все уничтожали корни. Все. И не преремно лгали, лгали, лгали. Отлучали меня. Прилучали. И я понял, там смерть. Я все свои таланты не разобью. Я их там... Они уже погребли их. Это невозможно. Не бойся. Они ничего не сделали. Священник-то тебя не контролирует в том, когда ты смотришь мультики и прочее. Нет. Он только один под контроль поставил, потому что ни с кем ты не молился. А откуда он это взял все? Я очень много исследовал. И оказывается, самое почитаемое в этом вопросе Федор Студент и Максим Исповедник. Так они святые. Да, святые. Но ты посмотри. Что они говорили? Они действительно запрещали с кем-либо общаться. А с кем? Икона творчеством была. Против икон. И больше ничего нету. Прямого благовествования в Христе вообще у них нету. Да они святые. Да это люди делают святыми. Согласно Слову Божию мы должны вести благовествование, а не анафемы рассылать. А у Максима Исповедника, Пётра Студента, у них из десяти слов девять анафема. Везде. Это все только на них опирается. Я до конца дошел, когда и увидел, что это не авторитет для нас. Я упоминаю о молитвах. Я молюсь на тот, который, не дай Бог мне быть похожим на них. Не дай Бог. Я их посчитаю. Я должен быть похож на тех, которые благовествовали, которые несли, которые возрождали. А ты спроси, кто возродился от них? Нет, они только запрещали, отрезали. Ни с кем не сообщайся. Ну не сообщайся, сиди дома. Что дальше будет? В этом плане я вчера говорил. Я уже на сегодняшнего патриарха Кирилла смотрю более благосклонно. Он прямо призывает к благовестию. Он не боится с кем-то сообщаться. Призывает к сотрудничеству старообряться. Прям усиленно приглашает. Ну давайте забудем все. Ну посмотрите, какая была война. 50 миллионов погибло. Ну с немцами опять дружат, опять вместе. Опять приезжают. Ну 300 лет уже, ну можно остановиться. И Никона нет. Ну прокляли его, на этом остановитесь. Нет, Никон, Никон, Никон. Зачем нам распространять грехи людей, которые прожили в ненависти? Ты посмотри, реально. К чему призывает Господь? Благовестию в Аблии. Это дар Божий. Выпроси его. Иоанн, 9-4. Мне должно делать дела пославшего меня. Доходи, есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Будет время более трудное. И вот этого благовестия у нас не будет. Спешите. Я никогда, нигде, ни разу не встречал людей, все до одного, чтобы были против благовестия. Нигде. Вы, возьмите, даже знать свои имена не знаем. Я когда-то вел три радиопрограммы в городе. Это очень и очень много. Я объяснял имена. Вы познали, сколько было звонков. Я исходил из позиций, что и носишь ты имя, ты знаешь в честь кого ты назван. И ему подражает. Ты говоришь, тебя Иван зовут. А в честь какого Ивана-то? Их Иванов 61 там. А в честь какого? Ты даже этого не знаешь. Кто в честь Иоанна Златовуста назван-то? А там и уроди, и Иоанна, и каких только нет. И в пустыннике, и в дебрях живем. В честь кого ты назван? И ему подражает. Салон 118-101. От всякого злого пути удержаны ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. Я не иду на беззаконие для того, чтобы хранить Слово Твое. Я не смотрю телевидно, чтобы хранить Слово Его. Ты не играешь в компьютер, потому что хранишь Слово Его. Я, по милости Божией, день назад буквально школьникам раздал диски с нашим сайтом и начитанная Библия, чтобы дети дома могли на компьютере слушать полезно. Но взял с них Слово, что один час в день они будут слушать. Что они не попортят. Приучайте, чтобы я через это пытаюсь подойти. Вы можете через что-то другое как-то. Позаботьтесь о детях. Дети занимаются совершенно не тем, что приближают к Богу. Они с удовольствием будут бегать и в темноте, и где угодно. Усадите их за Слово Божие. Псалом 33, 14. Удерживай язык свой от зла и устасывай от коварных слов. Исайя 30, 18. И потому Господь медлится, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженный все уповающее на Него. Вот почему мы должны удерживать Его, Господа, чтобы Он с нами был. А удерживать Господа, Вы можете сидя за Священным Писанием и находясь на молитве. Другого пути никакого нет. Но я вышел на улицу, где мой Господь? А что ты можешь разбирать? А что ты сегодня считал? Вот мы же вместе с четверо, братья, спросили, что вчера считали, сегодня мы скажем. Каждый день считается определенное число стихов с толкованием по второму тому Трехтурника. Первому. Евангелие от Марка. Иеремия 48, 10. Проклят, кто дело Господне делает небрежным. И проклят, кто удерживает меч его от крови. Два проклятия. И за что? Первое, за то, что Бога они не знают. И дело Господне делает небрежным. Если ты скажешь, что это не дело Господне, согласимся еще, покажи, где дело Господне. И думаешь, что у тебя дело Господне вообще никакого нет. Другой вариант, все, что ты делаешь, делаешь для Бога. Пасешь, не на этих фундаментах стой, гони дальше, чтобы молоко было. Я не могу вас выгнать отсюда. Чтобы на чужих полях не пасли, где пшеница, а нос растет. Это проклятие. Они этого не понимают, как будто бы дети. Я стою в храме, где они пасут, выхожу, через три часа так на фундаменте стоят. Да зачем же ты выгонял их? Больность охраны была в загородке. Малахи 3.5 Не засмотрел, не закрыл, пошел, горит. Печь стоящаяся не оставляет без присмотра. Дети, чтобы печки не брали. Будете гореть. Горели и будете гореть. Я вижу беспечно. Я с детьми вашими занимаюсь. Я прошу их. Я их умоляю нигде к спичкам не прикасаться. Я прошу и умоляю дети, чтобы темное время на улице не было. Мне милиция ответила, потеряно более 50 тысяч детей у нас сейчас. Вообще без адреса потеряно. Что им делать на улице в темное время? Я сказал раз, сказал два, не понимают. Почему? Родители не поддерживают. Родители умничают, высокоумные. Вы потеряете детей. Любая машина пройдет, машину дернули, ты за стеклами даже не услышишь. И знать не будешь. Вот тогда ты спохватишься. Я просил тебя во имя Христа, сохрани ребенка. Не отпускай его в темное время суток на улицу. Посади ему заниматься Словом Божьем. Посиди с ним немножко хотя бы сам. Оторвись от этого окаянного телевизора, рогатого демона. Лука 24, 29. Но они удерживали его, говоря, останься с нами. Потому что день уже скорлится вечером. И он вошел и остался с ними. Оказывается, можно уговорить. Вот у нас были гости. И я для них хотел прочитать не свои слова. А слова, которые говорит ездящий всюду профессор богословный Диакон Кураев Андрей. И далее. Слова сегодняшнего патриарха. И два и два выслушали. И вот мы собирались отдельно. Я просчитал одного игумена Петра. Который отдалил о монастыре. И брошюрка по благословению патриарха Алексея вышла. Что у нас вера настоящая нет. У нас покремлен весь устроен жизни. Потому что на первом месте или поп, или колокола. Люди Слово Божие не знают. Сектанты, он говорит, привлекают людей, привлекают тем, что занимаются Словом Божиим. Я просил, придите.